Здравствуйте! Это технический обзор от лаборатории ООН. И с вами я, Михаил. Сегодня на тесте речь пойдет о смартфоне от компании Samsung Wave Young. Отличительной особенностью линейки Wave является установленная операционная система BAD. И данный телефон не исключение. Рассмотрим устройство ближе. Передняя панель дисплея выполнена из глянцевого пластика. Над дисплеем расположен динамик и датчик приближения. Под дисплеем расположена одна механическая клавиша и две сенсорных кнопки приема вызова и кнопка отбоя вызова. Сбоку располагается клавиша регулировки громкости, они же качели, плюс и минус. С правой же стороны расположена кнопка включения и отключения устройства, она же блокировка экрана. Задняя панель выполнена из матового пластика, тут расположена камера, 2 мегапикселя с разрешающей способностью 1600х1200 и очень громкий динамик. Кстати, вспышки и стабилизации у камеры нет. На верхней части располагается стандартный разъем 3,5 мм для наушников и для гарнитуры, а на нижней части расположен разъем microUSB для соединения с компьютером и для зарядки. Также, как мы видим, рядом находится микрофон. Крышка снимается с небольшим усилием, однако это гарантирует долговечность. Ничего не сломается и не будет люфтить. Под крышкой расположена батарея емкостью 1200 мАч, которая гарантирует долгое время работы. Сбоку расположен разъем для карты памяти microSD. Поддержка идет до 32 гигабайт. Время разговора без использования технологии 3G составит 13 часов, с использованием технологии 3G — 4,5 часа. Время ожидания с использованием технологии 3G составит 390 часов, без использования технологии 3G составит 570 часов. Сенсорный дисплей диагональю 3,2 дюйма обладает разрешающей способностью 320 на 480, и построен он по технологии TFT LCD. К минусам сразу следует отметить углы обзора. Вроде бы он нормальный, но при повороте на правую сторону мы сразу видим яркость падает. Мощность процессора в данном смартфоне составляет 832 МГц. Такой же процессор установлен у моделей Galaxy Young, DOS, Galaxy Young и Wave M. Данного процессора вполне хватит для работы с современными приложениями. Это и прослушивание MP3-композиции, и выход в глобальную сеть, и современные игры. Однако средняя по современным меркам частота позволит проработать смартфону на одном заряде батареи гораздо дольше. Перейдем к операционной системе. Как я говорил ранее, на данном смартфоне установлена операционная система от компании Samsung – Bada 2.0, отличительной особенностью которого являются интегрированные социальные сервисы. Это и Яндекс.Карты, Яндекс.Почта, Метро и Маркет. Смартфон обладает пятью рабочими столами с возможностью добавления на них как виджетов, так и создания папок. Область уведомлений вызвать довольно просто. Кроме информации о уведомлениях, это пропущенные вызовы, сообщения. Есть возможность включить-отключить Wi-Fi, включить Bluetooth, беззвучный режим и отключить функцию автоповорота. Перейдем к меню. Меню выполнено простой и удобной плиткой, что является визитной карточкой компании Samsung. Среди прочих приложений мы видим социальные сервисы, которые здесь установлены, и возможность общаться через интернет. Среди прочих приложений есть заметки, задачи, FM-радио и я бы уточнил поподробнее меню голосовых команд, с помощью которых можно не только набрать текст, но и полностью управлять телефоном. К примеру, набрать номер или же создать заметку. Также я бы хотел отметить приложение AllShare, которое позволит вам просматривать ваши медиафайлы, это музыка, это видео, это фотографии, на телевизоре от компании Samsung, которые поддерживают данную технологию. Подытожим. К недостаткам данного смартфона я бы отнес неоднозначное качество дисплея, а именно угла обзора. Также следует обратить внимание на камеру 2 Мп, для современного смартфона это довольно мало. А теперь о хорошем. В телефоне есть Wi-Fi, есть 3G и возможность скоростного выхода в интернет. Также есть возможность установки недостающих приложений через Samsung Apps. С вами была лаборатория Ион, до скорой встречи. Продолжение следует...